Всем привет, дорогие друзья. Это Сова. Мы продолжаем с вами убивать всех из-под тишка. Прекрасные игрухи Dishonored. Посмотрим, что нам расскажут в этот раз. В прошлой севере мы убили банку с Кэмплсом. Сегодня не знаю, что у нас будет. Там что-то стреляют, я смотрю. Он жив. Спасибо, Корва, спасибо. Мой дядя самых честных правил, когда они шутят, простите. Мой дядя хороший человек. Я знаю, вы сделаете из добрых побуждений, но я хочу наградить вам. Не надо мне наградить. Это фамильная драгоценность, я получил ее от тети. Отлично. Сто денег? Охрененная драгоценность. Тетя у вас такая была, боевая. Так, пойдем внутрь. Они все погрязли в разрате. Если все сработает, придется уничтожить лорда Регента и его основных союзников. О да, надеюсь, уставление висковного смотрителя только первый шаг на нашем пути. Мы должны найти несчастную Эмили. Кто знает, не получится ли, не помутился ли у рассудок. На ее глазах мать убили. Полагаю, дочь императрицы сильнее, чем вы думаете. Хм, верно. В любом случае, мы не можем подобраться к лорду Регента, пока не ослабим его позиции. Сейчас все его фигуры в игре. Городская стража в его руках. Духовенством управлял через Кэмпбелла. Кто-то из людей дает деньги на армию. Кроме того, сейчас у лорда Регента большинство в парламенте. Знаю. Мои братья представляют в парламенте нашу семью и контролируют целый блок. Я вполне осведомлен о том, что там происходит. Все? Вы закончили пиздеть? Так, все. Пойдем. Ребята, я пришел к вам с добрыми вестями. Всем пиздец. Корва, невероятно, но ты победил Кэмпбелла. Я знал, что ты наш человек. Без верховного смотреть-то власть лорда Регента пошатнется. Кроме того, ты вернул нам Мартина, лучшего стратега из ныне живущих. Лорд Регента, он должно быть штаны, вложил от страха. Да, не стоит добывать про дневник Кэмпбелла. Надеюсь, мы расшифруем его и выясним, где находится Эмили Калдуин. Вся наша затея и гроша ломаного не стоит. Если мы не сможем вывести на престол законную наследницу. Михалин, ты ловкий. Надо действовать быстро. Уверен, что лорд Реген где-то прячет Эмили. Он ждет удобного момента, чтобы предъявить ее, чтобы сыграть роль героя-спросителя и упрочить свои позиции. Если он не предъявит львную леди в ближайшие дни, среди аристократов начнется война за трон. Да, время работает против нас, но ты, Корва, заслужил право на отдых. Мы расшифруем дневник Верховного Смотрителя и расскажем, что у нас получилось. Красава. Так, отдых мне не помешает. Пожалуй, я немного посплю. Или... Так, мне надо вообще зайти к этому чуваку. Потратить у него деньжищ. Своих несметных деньжищ надо потратить. Качнуть что-то. А, видимо, пока я буду спать, ко мне придет этот чума во сне. В принципе, что бы мне не поспать. Потому что я могу потом еще раз зайти к этому чуваку. Так, Мартин торопится с луэлистами, с хуэлистами. Так, что, я попаду сейчас в этот самый? Во сне-то нет куда-нибудь? Нет, походу во сне я никуда не попаду. И вряд ли здесь появилось что-то новое. Хотя нет, подождите, две руны появились. Просто так появились две руны? Так, ну это надо что-то обшаривать постоянно все. Раз здесь просто не с хрена собачьего появляются руны. Еще у меня такое чувство, что мне надо немножечко изменить угол обзора. А то что-то слишком все какое-то крупное. Можно же немножечко взять и изменить угол обзора? Поле зрения. Допустим, вот 85, если я сделаю. Как это будет выглядеть? Во, что-то как-то так, наверное, попривычнее мне будет. Так, руна 39 метров. Это что там такое лежит? О, это я блюдо подрезал. Так, я молодец. Я, ребята, у вас тут немножечко... У-у-у-у. Я тут у вас немножечко кое-чего спижу. Вы не против? Так, Морган и Кастис по-прежнему... Монкируют. Монкируют? Мною отвечают на мои письма. Прислуга говорит, что они же несколько недель не появляются в особняке. Мои братья всегда были надменно уверены в собственном превосходстве, а не пальцем... Так, пендал кто он? Хренон был он. Так. Глава 32. Я еще почти ничего сказал о своих братьях, Моргане и Кастисе. Они близнецы на 4 года старше меня. Морган чуть крупнее второй скотины, но ненамного. Сколько я себя помню, они издевались надо мной. Многие рассказывают о жестоких старших братьях, но мои страны, они были исключительными. Уверяю вас. Так, меня в нежном возрасте 5 лет привязали к кровати и запустили туда гадю, который братья собирали несколько недель. Мои рыдания заглушались... Одеялом я почти не мог дышать. Прошли долгие часы, пока Нять не нашла меня едва живого. Я раздавил несколько змей, остальные расползлись. Но прежде оставили на мне дюжину или больше укусов на ногах, руках и лице. От этих ран я оправлялся много месяцев, а тех два их всего лишь отругали. Отворачиваться в сторону переводил Хуаллес, принеси мне вина. Возвращается к записи. Завтра я попочу вас особым подарком, который они преподнесли мне на 10-й день рождения. Да, весело тут у вас. Не мир, а сказка просто какая-то. Так, здесь что у нас? Пойдем пиздить все из гостиничных номеров. Так, отрывки из дневника пожилого китобоя. Воспоминания, часть 2. После более четверти века я охотился на китов, но теперь я слишком болен, чтобы выходить в море. Я изучил острова, как свои пять пальцев, и заработал больше денег, чем большинство людей выведет за свою жизнь. Но это все в прошлом. И я помню, смерть императора своими глазами видел коронацию его дочери. Она умерла такой молодой и красивой. Красота притягивает смерти. Я заходил во все известные порты, бывал в самых дальних морях. Я видел утесы вокруг Пандусии, но даже самые прекрасные из них не радуют меня. Все, что осталось в моей памяти, это бесконечная череда растерзанных туш. Огромные гибкие и прекрасные создания пели среди волн лишь для того, чтобы в них всадили гарпун уродливые обветренные головорезы, готовые прирезать товарища ради пары крепких сапог. Горы шли, я все реже бывал дома, я отвык к беззаботной болтовни, и городские жители считают меня странным. В часы моих редких визитов Нина не знала, о чем со мной говорить. Когда продажный поверенный лорда регента лишал мою сестру состояния, я был сотни миль к востоку от морли, сжимая руки, обледенелый гарпун. Я пытался догнать первого за много месяцев кита. Я поддерживал Нину как мог, но она умерла в первые дни чумы. Моя жизнь растрачена зря, помыслы... Все понятно. Так. О, еще что-то тут интересное лежит. Воспоминания китобой, часть 1. Вместе с Ниной мы покинули Тивию, попрощавшись... Так, это я уже читал. С тетушкой, которая заменила нам родителей. Да. И это я уже читал. У каждого острова есть корабли, но что не сравнится с блистательным и грозным флотом Гристоля, опытными адмиралами. Юноши Гристоля мечтают однажды стать капитанами этих славных кораблей. Так. Это пока не очень интересно. Это что такое? Тебе повезло, что я тебя нанял? Песня гарпунеров. Так. Это не хочу читать. Так. Пролетание белого утеса, это я уже читал. Так. Это я уже читал. Так. 54 метра. 54 метра. Там находятся две руны. Как же нам туда попасть? Как нам туда попасть? Где это вообще? Я хочу туда попасть. Так. Ну, это понятно, что это там, но только где? Хм. Так. Дайте-ка мне прыжковый мой двигатель реактивный. Тут может быть где-то есть проход. Нет, наверное, это какой-то подвал тогда получается. Я даже хрену знаю. Хм. Где-то рядом есть рун. Да, я знаю, что там где-то рядом есть. Я только не понимаю, кто попасть. Сейчас канализацию что-то заползти. Так, ладно. Где-то прям должен быть проход. А это что такое? А, это где ребята собираются. Это все понятно. Такое ощущение, что мне реально откуда-то в канализацию. В какую-то. Так, к адмиралу Ховнюку мы пока не пойдем. Ладно, пойдем тогда к нашему изобретателю прекрасному. Так, мне же прекрасный изобретатель. Не пойдем, да? Хорошо. Так. Изобретатель. Корво, мой друг. Да, мне нужно что-то, я не знаю, снаряжение или оружие. Что-то мне нужно по-любому. Что-то мне от тебя надо. Сейчас вопрос, чего конкретно. Так, чертеж, который принесли, позволяет следующее. Оптика для маски 2. Так. Арбаретные болты. Я их насобирал, в принципе, прили... Ой, ее руну можно купить. Заебись. Так. Так. Так, это мы потом будем покупать. Пока начнем с улучшений. Я так думаю. Запас костяных амулетов. Так. Мы можем носить на один костяной амулет больше. Так. Вот хочу. Хочу сищать костяной амулет. Так. Запас пружинных мин. Так. Оптику для маски. Запас пульта. Запас болтов. Дальность пружинной минной. Так. Меткербалет. Так. Хочу меткербалет. Я им пользуюсь. Причем довольно активно. Так. Боевой усыпляющий дротик. Даже в бою усыпляющий дротик есть мгновенный. Не знаю пока. Пистолет. То, что пистолет начинает жарить как чьим. Это очень хорошо, кстати. Так. Оптику для маски возьмем. Посмотрим, что она нам даст. Оптика для маски. Два. Еще один уровень увеличения масштаба. То есть я могу типа зумировать маской просто, грубо говоря. Если я правильно понимаю. Это для того, чтобы планировать свое наступление. Возможно, это будет прикольно. Ну, перезарядка даже не знаю. Быстрая перезарядка. Возможности автоматической. Ну, хрен его знает. Дальность пружинной мины тоже непонятна. Пистолетами, в принципе, я пользуюсь. Наверное, забрал бы себе улучшение пистолета. Потому что стрелять приходится довольно часто. Меткий пистолет. Кучность, точность стрельбы. Возьмем. Меткий пистолет два. Еще сильнее увеличивает кучность. Ага. Еще сильнее увеличивает кучность. Запас мин, оптика для маски, запас пуль. Запас болтов два. Можно взять на 10. Все будет 30. Запас гранат, запас пуль. Давай мы возьмем за 300 запас пуль. Потому что это прикольно. И перезарядка пистолета. Это я даже не знаю. В принципе, я не так часто и пользуюсь. Но, видимо, буду пользоваться дальше посильнее. Суть по всему. Так. С духовным бальзамом у меня, в принципе, нормально. С целебными эликсирами у меня тоже все неплохо. Я их насобирал прилично. Допустим. Так. Это мы всякого нахреначили себе. Теперь... Что тут у нас дальше? Так. Поговорить с... С... С адмиралом Говнюком. С адмиралом Говнюком мы сейчас поговорим. Сначала посмотри, чем тут нашли. Зелье немного лучше устанавливать манну. Это хорошо. Болты реже ломаются при попадании в цель. То есть, типа, я могу их потом выковыривать из трупов. Так. Расплывчатая цель. Стреляй из пистолетов. Ну, допустим, выковыривать из трупов я хочу. И зелье, чтобы восстанавливать, тоже хочу. Быстрее орудия клинков хочу. Убийство в падении используется довольно редко. Поэтому, наверное, я возьму духовность. Так. Умение. Так. Призывать крыс, которые атакуют людей, пожирать трупы. Это прикольно. Атаковать крысами людей. Это забавная тема. Мощный ветер, который отталкивает или сбивает с ног врагов, разрушает двери. Нужно три. У меня есть шесть. Так. Во-первых, я хотел качнуть перенос. Да. Перенос хотел качнуть на второй уровень, потому что это прикольно. Так. Смертельная тень. Обращается в прах. Так. Высота прыжка увеличивается. Вот эта смертельная тень, кстати, прикольная штука, как мне кажется. Изгиб времени, чтобы качнуть, нужно аж восемь. Это охренеть. Так. Вселяться в животных позволяет. А следующее в людей. Вот вселение, мне кажется, тоже очень интересная штука. Но я, наверное, возьму порыв ветра. Может быть. Чтобы напасть противника, который собьет с ног и бросит вперед. Мне кажется, их так можно будет куда-нибудь гасить пламя, ломать деревянные двери, отражать стрелы пули противника в него самого. Порыв ветра второго уровня, отбрасыв противника к стене с такой силой, что от удара они погибают. Неплохо. Неплохо так. Так, эту ставлю мы взять не можем, потому что у нас все закончилось. Так, ладно. Немножечко мы себе всякого нашли. Теперь пойдем поговорим с адмиралом Говнюком. Так. А вон на земле, да? Здесь мы не поговорим, да? Мы отсюда с адмиралом. Что там лежит? О, монета. Ведьмаку заплатите. Чеканной монетой. Так. Так вот ты где. Здравствуйте. Привет, Корво. Полагаю, Мартин к нам скоро присоединится. Мне не хочется начинать эту утру с неприятной работы, но прошлой ночью услуги слышали, как кто-то шарился в катакомбах под домами. Скорее всего, это несчастный плакальщик. В этой стадии взрывных нет никакой надежды, это лишь трупы, которые еще дергаются и разносят заразу и насекомых. Будь добр, Корво. Загляни в катакомбы. Надо все-таки убедиться, что это не через нервные летивые стражники. Вот ключ от катакомб. Я послал бы слуг, но они умрут от страха. Попроси у первого какое-нибудь сонное зелье для арбонятных болтов, если собираешься взять плакальщика живым. А зачем он мне живым? Зачем мне живой плакальщик? У меня есть эти самые... А, ну, собственно, в катакомбах мы сейчас найдем и те руны, которые мне были нужны. Это как бы очевидно. Это хорошо. Хрена у вас тут технологии. Так, что, возьмем порыв ветра. Опа! Будем сейчас все отражать. Так, о, медяшку кто-то забыл. Или возьмем... Не, возьмем пока арбалетные болты. Я ж не зря их качал. Там прям кто-то хрюкает. Ненавижу сразу зомби. Прям везде эти зомби. Фу. Терпеть не могу. Так, где-то здесь же, да? Да, вот там в 60 метрах, короче, находится эта штука. А там что-то, по-моему, нарисовано. Да? Там что-то нарисовано? О, ехренай, я ее подкачал. Вот и тема. Так, подкачал я ее прям как надо. Вот теперь я прям смогу прыгать. Так, а это что такое? Типа короткая дорога? Ну да, это я отсюда, типа, выбраться теперь могу. Оп. Так, эту штуку я качнул определенно не зря. Блин, звуки очень странные. Фу, я боюсь зомби, не люблю вообще. Там еще убивает кого-то постоянно. Так. Тут определенно ничего нет. Так, тут определенно ничего нет. Так. Плавать в луже говна не хочется. Это тут долечу? О, долечу. Так. А вот и плакальщики. Очевидно. Так, дайте мне... Че-нибудь... Че мне дайте? Сербалет. Ну и че такое плакальщики? Они сильно опасные? О, бля. По такому баку происходят плакальщики. Так. Прошу прощения, на следующей встрече меня не будет. И вообще я больше не приду. Прозвращаться только противоестественно, что меня до сих пор тошнит. Едва я вспоминаю. В результат нашей работы я оставил здесь. Надеюсь, что крыса сожрут его до вашего возвращения. Прощайте. Прикольная записка. Так. Рунку мы нашли. Где-то здесь же должна быть еще одна. Так. Только я не пойму где. А, вон она лежит. Блин, придется в воду прыгать. Надо выбираться отсюда, нахрен. Я там некомфортно себя чувствую. Так. Мы, короче, нашли дверу. В принципе, это было не сложно. И че, мне прям типа надо отсюда выходить теперь, и все. Можно дальше не ходить. Вова! Вот это я прыгать умею, как здорово. Так, слушайте. Ну, я фактически ходил. И нахалял. Взял себе две руны. Че-то как-то слишком просто. Где-то есть какой-то подвох в этом во всем. Это по-любому. Подвох я чувствую. Ты говоришь, но в фильме я чувствую. Я всегда чувствую. Так. Нужно ли мне выходить там же, где я зашел? Хотя, не факт, что я выйду там же, где я зашел. Нет, в принципе, я выйду там же, где я зашел. Наверное. Опа. А не адмирал. Вы спускались в катакомбы. Кажется, утром я слышал, как там бродит плакальщик. Я, наверное, никого храбрее вас не встречала. Прибыл смотритель Мартин. Сейчас он умирал, а они желают с вами поговорить. А что, он срам не мог меня подождать? Баб симпатичных подсылает ко мне. Какой говнюк интересный, хитроумный. А ты что, здесь стоишь? Тоже мне хочешь что-то сказать интересное? Нет, видимо, не хочешь. Ну ладно. Пойдемте к адмиралу говнюку. Господа. Корво. Ты же не забыл Мартина? Он был смотрителем раньше и, возможно, станет им снова. Благодарю за спасение. Воистину, ты принес нам лучик надежды Корво в Темном Царстве. В записях Кэмпбелла было все необходимое. Ты это сделал. Теперь мы знаем, где держат Эмили Колдуин. Ну и где? Она в золотой кошке. Кто бы мог подумать? Это купальня для аристократов. Немного лучше грязного борделя. Но есть одно печальное обстоятельство. У нас на пути стоит родня Пэддлгтона, близнецы Морган и Кастис. Они держат Эмили. Кроме того, именно им принадлежат голоса. Которых так не хватает в парламенте. Да, Пэддлгтоны должны умереть. Впрочем, самое важное доставить Эмили сюда. Где мы можем защитить ее, пока не избавимся от лорда регента и его прихлебателей. Пэддлгтон ждет вас у причала. Он хочет сам объяснить задание. Пускай объясняет. Так будет лучше. Так. Так, так. Ну давай. Объясняй. Корва, я хотел поговорить с вами лично. Как видите, я отправляюсь убить моих братьев Моргана и Кастиса. Вам говорили, что чудовищные люди. Это так, их жестокость не знает пределов. Далее, мои братья верные союзники рога регента. Пока они в парламенте, рог регент набирает силу и нам не хватает голосов, чтобы остановить его. Все знают, что мои братья, пользуясь парламентом рога регента, прихматриваются чужое богатство. Скажем, не каждая семья, выселенная из дома и отправленная в чумной карантин, была заразана чумой. И я предпринял братьев как мог, но они никогда меня не слушают. Сегодня они, как обычно, будут развлекаться до глотой кошки. Их охраняет городская стража, так же будьте осторожны. А теперь всплывайте. Прошу вас, сделайте это, пока я не перееду был. Какие-то все уроды здесь вообще. Просто не город, а цирк уродов. Так, у меня еще есть две руны, на которые я могу сейчас все качнуть. Так, это я не могу. Могу тайное зрение еще одно качнуть. Так, так же видите... Уровень 2 позволяет видеть в темноте и различать все это живое существо за стеной. Так же видите, зрение позволяет видеть полезные предметы и охранное устройство даже через стены. Так, докачать себе тайное зрение. Так, я быстро перемещаюсь, у меня есть порыв ветра, не могу призывать крыс. Либо смертельную тень. Чтобы потом этих трупиков не находили. Это, кстати, тоже прикольная тема. Живучесть. Улучшенная регенерация. Речисто очков здоровья. Так, улучшается регенерация. На втором уровне здоровье восстановится быстрее, процент восстановленного здоровья увеличивается. Так, понятно. Это, кстати, тоже хорошая штука. И адрин, вообще-то все хорошее по факту. Но тайное зрение, оно дешевое и в принципе прикольное. С низким расходом я себе, пожалуй, докачаю. Так, у меня есть теперь на душечку всякая дорогая штука. Изгиб времени потом надо будет качнуть обязательно. Это полезная вещь, она, я думаю, что мне не раз пригодится еще. Так, ну что, Самуэль Эль Джексон, погнали? Когда будете готовы, отвезу золотую кошку. Я не жди, даже доставлял туда людей Лорда Пэддингтона. Ну что ж, Самуэль, отправляемся. Погнали с тобой, друг. У меня есть маска из говна и палок, но в этой маске никто не догадается, кто я такой. Лоялисты считают, что Эмили держат золотой кошки. Порочные аристократы, братья-близнецы Пэддингтона, старшие братья Лорда Пэддингтона, которые презирают их. И всецело верны Лорду Регенту. Найдите Эмили золотой кошки и устраните Лордов Кастиса и Моргана. Скоро, я подвезу вас ближе к золотой кошке, но остаток пути вы пойдете сами. Вход в заведение рядом с площадью Холджера. Самое главное, чтобы девочка Эмили вернулась к нам живой, здоровой. Там двое Пэддингтонов, а значит, стража будет хоть отбавлять. Слэдшков мог бы подсказать, как пробраться в золотую кошку, если только сразу не зарежет. Это его владение. Он и банда Баттл-Стрит засели в старой винокурне. Не хочется огорчать, друг, но я немножечко с винокурней уже пообщался, прошлый свой визит сюда. Поэтому, возможно, Слэдшков не будет мне ничего рассказывать. Я бы на его месте не стал, например. Вор, осторожнее. Вчера знакомый лоточник сказал, что на Клэрвинге поставили сторожевые вышки. После истории с Кэмпбеллом, лорд-регент здорово обоссался, да? А переполошился. Ну, я практически угадал. Так, теперь мы, короче, пришли сюда днем, а не ночью. Все будет еще опаснее. Там вон какое-то... Там какое-то говно светит. Так, ладно. В таком случае мы на сегодня серию закончим. А в следующей серии тогда пойдем посмотрим, что там за светящееся говно. И сможем ли мы туда пробраться. Спасибо, ребята, за внимание. Удачи и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин